Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ежечасно по всей земле грехи мира смываются причистой кровью божественного Агнца. Девушки отдыхают... Верую Господи и исповедую. Яко ты, Иси, воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедай в мир грешный спасти, от них же первый есть Ас. Еще верую, яко сие самое есть причистое тело Твое, и сие самое есть честная кровь Твоя. Эти люди, молящиеся сейчас в храме, участники той самой тайной вечери, которая совершилась впервые почти две тысячи лет тому назад. И это потому, что богослужению православной церкви присуща вечность во времени. А это означает, что мы в 21 веке имеем возможность соприкоснуться в богослужении, в молитвенном озарении, с давно бывшими событиями. Днесь, говорит церковь, и это означает, что мы предстоим в данный момент времени, вечным событием. Днесь, это не когда-то тогда, в едва видной глубине времени. Нет, сейчас, в эту минуту, мы участвуем именно в этой самой тайной вечере. Дева днесь присущественного рождает. То есть, сейчас эти люди не только воспоминают это, давно бывшее великое событие, Рождество Христово, а и сейчас, в сию минуту, участвуют в нем. Не жившие тогда, две тысячи лет тому назад, они сейчас вместе с этими волхвами, преподносящими свои дары младенцу Христу, золото, как царю, ладан, как богу, смирну, как страдальцу, падши, кланяются ему и приносят в дар свои помыслы. И самое главное, что является истинной верой, желание всегда быть за Христом. И вот уже в двухтысячный раз звезда Вифлеемская из Рима сияет над миром, призывая каждого человека устремить свой взор на новорожденного. И две тысячи лет назад люди, как и сегодня, были заняты каждой своими заботами. Внимание было направлено на дела житейские и на громкие мирские события. И тогда, две тысячи лет назад, только внешне все было не так, как теперь. Только внешне. И две тысячи лет назад люди ели, пили, веселились, женились и выходили замуж, покупали, продавали, строили. И не заметил мир великого дела, совершенного Богом, приходом Его на землю. Посреди животных лежал царь мира, пришедший освободить род человеческий от ужасного рабства. Рабство греху, рабство смерти и рабство дьяволу. Что было бы, если бы ныне снова пришел на землю Сын Божий? Пришел не судьей мира, как придет вторично, а таким же смиренным, как и пришел младенцем. Поклонились бы Ему нынешние властители мира. Готовы ли были вкушающие житейские блага оставить их ради вещаемой им истины? Что сказала бы большинство людей, вступающих в третье тысячелетие Сыну Божьему, если бы Он снова тихо и бесшумно зашел на землю? Ведь присутствие Христа в мире очень усложняет проблему мира. Славянский апостол бессмертия человеческой души обнаружил этот скрытый вопрос ко Христу, который могло бы задать и сегодня Ему немалое количество людей. Да и сам-то этот вопрос возник две тысячи лет назад, тотчас по Рождестве Христа, когда Ирод вместо дара Христу принес к Нему свою злобу и первой великой жертвой при чистом Рождеству Христову стали тогда 14 тысяч невинных младенцев. Этот вопрос, не покидающий большинство человечества вот уже две тысячи лет, Федор Михайлович Достоевский обнаружил в потаенных уголках сердец тех, кто принял то, что с негодованием отверг наш Спаситель. И когда Федор Михайлович нашел этот вопрос ко Христу, он вынес его на самые сильные свои страницы, в поэму «Великий инквизитор». «Зачем ты пришел мешать нам?» Вот вопрос, который никто не осмелится произнести вслух, но который постоянно задают люди Христу своими делами, своим образом жизни, своими помыслами. «Зачем ты пришел нам мешать?» вопрошает великий инквизитор, а вместе с ним и большая часть человечества. Христос не отвечает ему, потому что еще во время своей земной жизни Он предварил этот вопрос. «Образ Бодах вам!» «Я пришел и дал вам образ, чтобы и вы поступали так же, как поступал с вами Я». Вот где сердцевина православия. Христос заповедал всем и каждому поступать так, как поступал Он во время своей земной жизни. Но именно подражание Христу и усложняет неимоверно нашу земную жизнь, целью которой теперь провозглашено, живи, наслаждаясь. Двадцатый век превзошел все другие века изобилием великих научных открытий, изобилием выдающихся технических достижений. Покорили атом, походили и попрыгали на Луне, опутали все человечество всемирной паутиной. Но было в двадцатом веке одно открытие, которое почти никто не заметил. Вот если бы Нобелевский комитет, если бы этот комитет, представим себе, думал не только о том, что человеческое, но хотя бы иногда задумывался о том, что Божие, он непременно заметил бы открытие сербского мыслителя, святаго двадцатого века, преподобного Иустина Поповича. Открытие лично необходимого каждому человеку без исключения. А преподобный пояснял, христианские воззрения в известной мере существовали и до Христа. Некоторые христианские моральные принципы можно найти в иудаизме, некоторые в буддизме, некоторые в конфуцианстве, но там нельзя найти то, что является самым главным, то, что едино на потребу, а это – личность Бога-человека Христа. Без личности Христа учение Христово не имеет ни спасительной силы, ни непереходящей ценности. Оно, учение, сильное и спасительное настолько, насколько жива ипостась его божественной личности. И чтобы достучаться до сердца современного человека, который, добывая себе мирские блага, оказался погребенным, под завалом житейских забот, преподобный и произносит величайшее слово XX века. Евангелие, послание, весь Новый Завет, вся догматика, вся этика без чудотворной личности Христа представляют собой или вдохновенно-мечтательную философию, или романтическую поэзию, или утопические мечтания, или злонамеренный обман. И только личность Христа придает животворящую силу всему новозаветному учению. Все, что нужно человеку в этом и во всех возможных мирах, находится в личности Бога-человека Христа. В ней решение всех личных и всех социальных проблем не только нашего времени, но всех времен до скончания истории. «Если мы едины, мы непобедимы!» «Непобедимы!» «Если вы были едины во Христе, они пытаются выглядеть смелыми и не ведают, что подверглись самой опасной болезни, которой смертельно болеет европейское общество. Болезнь эта вера в самого себя». Образ Бодах вам несется над площадью, но этого никто не слышит. пламенная душа Петра первой устремилась подражать Христу. Но на одно мгновение, когда он решил полагаться только на свои силы и тем самым отступил от любимого образа, то сразу ощутил весь ужас этого отступления и горько плакал. Он плакал всю оставшуюся жизнь. От частого и горького плача его глаза казались красными. И когда он горькими слезами возвратил в себе ключи Царства Небесного, то первым его словом, с которым он обратился ко всему человечеству, став истинным камнем, заложенным в основу церкви, было «Христос оставил нам образ, да последуем стопам его, то есть уподобимся ему, станем преподобными, станем святыми». Все мы вышли из 20 века, нашего родного века, века космонавтики. Века атомного. Века компьютерного. Века Каждое достижение которого гласит о горячей минувшей жизни, о страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу, в свою науку. И века преклонения перед человеком. Века заболевшего самой роковой болезнью, облаготворением человека. И потому ставшего веком всеобщего отступления от Бога. В России сила этого отступления была явлена открыта. Но это гонение на церковь в 20 веке вызвало в России и небывалый духовный подъем. О том, что революция для церкви была очистительной, нам поведали отцы церкви. И отдавшие тогда жизнь за Христа получили то, чего и хотели. Царство небесное. Настало и время восстановления храмов. И эти разрушенные храмы восстановили. А эти? Ведь каждая человеческая душа храм Божий. И души наши такие же разрушенные храмы. Мерри Крисмас, Мерри Крисмас, Мерри Крисмас, Доми Роб. Восстановятся ли эти разрушенные храмы? Оптимизма для этого мало, потому что вступление от Бога, как видимо, распространилось по всей земле. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. И будь то продолжая великого инквизитора Достоевского, выдающийся итальянский режиссер Федерико Феллини создает свою поэму о всеобщем отступлении. Церковь на подиуме. Поразительными средствами кино искусством 20 века Феллини создал образ отступления от Бога присущий нашему времени. Отступление коварного, когда внешние атрибуты религии умножились и украсились. В его поэме отразилось все и умножение соблазнов, и всеобщее их господство, изобвение евангельских заповедей и пренебрежение ими и обмерщвление церкви. Вглядываясь в его образы и сравнивая их с реальной жизнью, заключаешь, что уже сбываются пророчества духоносных отцов, возвестивших о нашем положении, о том, что благодатные руководители иссякнут, а умножатся в лжеучители, обманутые бесовской прелестью и влекущие весь мир в этот обман. Отцы церкви предупреждали, что отпадение от веры будет массовое, что изменят вере многие епископы и в оправдании будут указывать на блестящее положение церкви. В людях будет навык отступления от правды и сладость компромисса и греха. Все это, похоже, сбывается. В поэме Феллини блистательно изображена и самая страшная болезнь 20 века. Прикладение перед человеком и обоготворение его. А это уже не постановочные кадры. А учить жене не позволяю, строго предупреждает апостол Павел. Но что 20 веку запрета апостола? С 20 века женщины становятся его апостолами. Женщины получают, не только читая Евангелие. Все чаще и чаще они облачаются в священнические и епископские одежды. После чтения Евангелия, динамичная феминистка Джакелин Грант проповедует словно. Аллилуйя, Аллилуйя In the black religious tradition, the preaching experience is indeed an event to be experienced. To put aside the summary of the sermon which you hold in your hand, What a podium of Feliни по сравнению с таким вот обмерщением. А вот так, без всяких слов, только своим присутствием на этом вот подиуме напрочь отвергается вот эта книга правил, которую отцы церкви создали в муках только для того, чтобы мы точности соблюдали все, что в ней написано. И этим охраняли бы чистоту православия так же, как охраняли ее они до мученической крови. Избылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, от пророка до священника все действуют лживо, врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. зеркалей на Симон. Ещё 200 лет назад в России отцы церкви, предвозвестив об этом времени, способную заразить всякого, предначертали и образ действия в этом положении. Ныне одно лицемерство, предупреждали они, уклонись от заражённых лицемерством масс, действующих в направлении его, прикрывающих служение миру служением Богу. Прикрывающих служение миру служением Богу. Да, невелико, весьма невелико оказалось в 20 веке число тех, которые были способны последовать стопам Христа. Из тех же немногих, кто последовал в 20 веке за Христом, первым следует увидеть всероссийского императора Николая II. А за ним тысячи новомучеников и исповедников российских, которые добровольно пошли на смерть единственно только из любви к той истинной красоте, которую Сын Божий открыл, бредя на землю. Кто нас разлучит от любви Божия? Вопрошают они вместе с апостолом Павлом, смотря нам прямо в глаза. И вместе с апостолом сами же и отвечают. Ни скорбь, ни теснота, ни гонения, ни глад, ни нагота, ни беда, ни меч не возмогут разлучить нас от любви Божия. Любить Христа, обидчиво, может быть, пробуднит сейчас этот господин, похожий на известного политика. Как будто мы на Западе не любим Христа. Но странной любовью признался бы, пожалуй, даже господин, похожий на известного политика, если бы он смог заглянуть в русское сердце. Но сердце русское увидеть западнику трудно. Потому что он смотрит только на внешнюю сторону русской жизни и, не находя в ней привычного ему телесного комфорта, с ожалением заключает. Может ли быть в России что доброе? Восстановленная Россия нужна всему миру, от которого отошел дух жизни, и он весь колеблется в страхе, «Как перед землетрясением», говорит Западу святой последних времен архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский Иоанн. Поймет ли, например, Париж, что это такое, восстановленная Россия? И почему она так необходима ему, Парижу? Вряд ли. Так кто же он, западник? Западник – это вовсе не тот, кто живет на Западе. Западник – это не географическое понятие. Вот, например, русские западники, сотворившие Февральскую революцию. Западник – это тот, кто слову Господа о том, что невозможно вместе работать Богу и мамонне, не придает никакого значения. Любим и Бога, и удовольствия. Что в этом плохого? Вот его признание. Где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Не этими ли сокровищами заполнял 20 век сердца людей? А на исходе века, будь то спохватившись, Запад своими сокровищами бросился заполнять и русские сердца. И оно, русское сердце, то обещается сочетовать и со Христу, и следовать за Ним. То, как жена Лота оборачивается в удовольствие мира и не замечает, как превращается в соляной столб. Сам Спаситель приводит жену Лота в пример привязанности к земному стяжанию, из-за которого она и погибла. Таким образом, главным отличием-то 20 века стало не то, что он атомный, не то, что он компьютерный, а то, что он 20 век узаконил одновременное служение и Богу, и мамонне, чем и закрепил две морали. Наука непогрешимого западного человека провозгласила принцип самосохранения, а это значит и основной принцип человеческой морали. Научная мораль приказывает «Ради себя жертвуй другими». Другая христианская мораль она заповедует «Жертвуй собой ради других». Чем же жертвовать? Собой или другими. Выбор неизбежен. И выбор предлагается один Богом, другой дьяволом. Наука говорит, ты не виноват, что природа тебя таким создала, и инстинкт самосохранения превыше всего. И все становится так ясно, раз жертвовать, то другими, а не собой. И ради своих удовольствий жертвую даже своими детьми. человек хочет жить спокойно, комфортно, долго, не болеть. И это в основном осуществляется за счет массового убийства. То есть на самом деле все рассуждения о росте преступности, они являются просто крокодиловыми слезами. Потому что любой преступник убивает чужих ему людей, они ему чужды, а современные люди в семьях отцы и матери и подначевыми, причем дедушками и бабушками часто, убивают детей собственных. И это преступление тем более ужасно, что никто не чувствует преступности содеянного и всячески оправдывается и поощряется еще и государством. от этого оружия гибнут тысячи. А от этого орудия убийства младенцев, созданного 20 веком, гибнут миллионы. И не замечает мир спустя две тысячи лет, что продолжает избивать младенцев, охотясь за Христом, приговаривая ты хочешь прийти и помешать нам жить в свое удовольствие? Так какова же она восстановленная Россия, в которой нуждается весь мир? Россия сможет восстать только так, как она восставала раньше. То есть только единственным путем, когда снова будет дорога, ясная, твердая вера в правду слов Спасителя. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и вся сия приложится Вас не так учили ваше боголюбие, говаривал Николаю Александровичу Матавилову преподобный Серафим Саровский. Об иерархии духовных ценностей говорил тогда преподобный, о том, что должно быть прежде, прежде всего, и поучал он. Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские только средство достижения цели нашей христианской жизни. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божия. А это и означает, что прежде всего необходимо полюбить Христа. Почему русский народ имел царя, но разучился его иметь? Почему интеллигенции удалась февральская революция? На Руси искани и иерархия основных ценностей выстраивалась так. Народу нужно было это сочетание трех дорогих слов. Более всего ему нужно первое слово, как руководящее всею государственной жизнью. Второе слово ему нужно как ограждение первого. Третье слово нужно как носительница первых слов. И только. Вот устойчивость русской жизни. Вот ее русской жизни идеология. По инициативе Петра Первого понятие отечества выносится на несвойственное ему первое место. Служение России, служение отечеству превыше всего. Отсюда совершенно ясно, что если передовые люди посчитают полезным для России свержение того или иного государя, они имеют право это легко сделать, чего не сделаешь на благо отечества, если оно оказывается высшей целью. Перенесенное таким образом на первое место понятие отечества становится идеологическим идолом истуканом. Идол требует жертв. И жертвы этому идолу приносились. Бога стали забывать. И тогда, в начале 20 века, впервые услышала Россия «Не буду более с вами». Почему мир так возненавидел Россию, что разрушил ее духовный генетический код вера царь отечества? Давайте в полной тишине наших сердец услышим ответ на этот вопрос. Услышим символ веры Святой Руси, который она доверила произнести одному из лучших своих сынов. Нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но с ревнивую любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истины. за Христа, родившегося в Вифлееме и живущего в России, возненавидел Россию мир. Зачем ты пришел нам мешать? Зачем он нам мешает? Зачем нам мешает Россия? Зачем? Почему мир возненавидел государя Николая Второго? В августе 1898 года молодой 30-летний император Всероссийский созвал правительство всех народов на Гаагскую конференцию для обсуждения мер к полному прекращению международных войн? Да еще к ужасу западников заявил «Богатеют не захватом чужого добра, а от честного труда, пережливости и жизни по заповедям Божьим». Сам того не подозревая, государь в этих словах выразил всю суть своей внешней и внутренней политики. так, когда стало выясняться, что российский самодержавец не только свою страну, но чуть ли и не весь мир намерен призвать к жизни по заповедям Божьим, силы мирового зла особенно активизировались в русской общественности. В момент завершения своей гефсимании государь, как будто исполнившись духа святаго, тремя словами вдруг дает определение случившегося с Россией. Он как бы зафиксировал, что народный дух, дух смирения, терпения и любви оказался выдравленным из русского характера. Современная же жизнь проникнута духом измены, трусости и обмана. И с этим новым душевным багажом теперь и предстоит жить России. Но прежде чем проникнуть в Кефсиманский сад царя-мученика, попытаемся очами веры увидеть Гефсиманский подвиг Сына Человеческого, где страждущий дух заставил капать кровавым потом причистое тело. И попытаемся проникнуть в смысл этого слова Гефсимания. И вот здесь, в Иерусалиме, завершил наш Спаситель свой земной путь, претерпев жесточайшие страдания, что и умом человеческим совершенно непостижимые. Иерусалим, Иерусалим, когда приблизились к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. О нем заплакал Спаситель. И сегодня, днесь, плачет наш Спаситель. Но теперь уже о нас. Эта икона заплакала в сербской православной церкви. О чем же сегодня плачет наш Спаситель? Две тысячи лет назад Господь в молчании взирал на Иерусалим, как бы ища в нем признака жизни духовной? Обильные струи слез возвещали, что искомого не обрелось. О, если бы воскликнул он наконец от полноты чувств, о, если бы ты, хотя в день сей твой уразумел, что служит спасению твоему. Так же и ныне днесь от наших очей сокрыто то, что служит к нашему спасению. Христу нужно от нас только одно, наша любовь к Нему. И как две тысячи лет назад Он смотрит на наши сердца, не находит там любви к себе и плачет. Но как в свое время между израильтянами оставил Господь семь тысяч мужей, не преклонявшихся Ваалу, так и сейчас нам открылось, что оставил Господь в России удалившийся от Бога людей, не подвергавшихся обольщению. Сколько их, семь или тысяч или больше, этого мы не знаем, но только видим, что оставил и открылось нам это в Чечне. Евгений Родионов, воин и мученик за Христа, в Чечне попал в плен, там под пытками отказался принять ислам. За Христа отдал свою жизнь и этим своим подвигом привел ко Христу свою маму. Сегодня, глядя на наших солдат, воюющих в Чечне, мы видим, что оставил Господь в России материал для ее восстановления. Конечно, не все смогли бы повторить исповеднический подвиг Евгения Родионова, но все же многие из них. Это видно по их лицам. И есть таинственная материнская связь между нашими воинами и белыми платочками, которым вот уже тысячу лет. Кто же они, наши белые платочки? Белыми платочками у нас называют тех, кому обращены слова Христа. Болкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Белые платочки это те, кто воспринял Христа не как учение, а именно как личность, простотой сердца, которую сам Спаситель им и дал. платочки по всему и эта головка скоро обретет белый платочек, не внешний, который для порядка, а вот такой, внутренний, который извещает, что сокровищем их сердца стал Христос. И это сокровище они будут хранить так же, как хранят его вот уже тысячу лет. И эту маленькую девочку, как видим, уже готовят к подвигу веры, чтобы вот так в тысячелетнем непрекращающемся потоке следовать за Христом, чтобы Он вновь придя на землю, нашел бы все-таки в России пусть и малое, но не трусливое стадо. И глядя на наших воинов и на наши белые платочки, сегодня снова воскресают слова нашего пророка Федора Михайловича Достоевского. Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так. Но Христа Он знает и носит в своем сердце из кони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно, истинное представление Христа в изучении о вере, это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и Он любит образ Его по-своему, то есть дострадания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, Он гордится более всего. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к Тебе. Не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. На этом месте и теперь стоит русский храм Марии Магдалины и наступил тот великий час, страшный, но неотвратимый час, оставить путь проповеди и вступить на путь страдания. А страдание это было разделено, так сказать, на два приема, гефсиманское и голгофское. на голгофе встретил сына человеческого крест, ужасный сам по себе и окруженный всеми внешними ужасами, но не открывший тех сторон искушения и страдания, перенесение коих не может быть показано нечистому взору всех и каждого. И вот сей-то внутренний крест, может быть мучительнейшая половина креста, средает божественного крестоносца в уединении сады гефсиманского и обрушивается на него всею тяжестью своею до того, что заставляет преклониться к земле и выпиять. Если возможно, то мимо едет чаша. в чем же здесь именно состояло теперь это мучительное и это ужасное в принятии на себя не на словах, а на самом деле всех грехов рода человеческого. При этом искупитель человеков доведен всем подвиги до последней степени истощения душевного. Мало кому под силу хотя бы отдаленно, но все-таки представить этот гефсиманский подвиг, когда слабость плоти выпияла, аще возможно, да мимо едет чаша, но преданность духа волю Божью постоянно повторяет, а бача не моя, но твоя воля да будет, да будет воля твоя. Что же здесь такого сложного и такого непонятного? В этом коротком прошении содержание всего Евангелия. Как легко его произнести и как трудно исполнить. Произносим, да будет воля твоя, но почти всегда подразумеваем, пожалуйста, исполни мое охотение. Оказывается, что без борьбы со своей волей невозможно произнести это тяжелое прошение сердцем. Это-то и засвидетельствовал сам Сын Божий, страдая духовно в Гефсиманском саду. Не физически, а именно духовные и душевные страдания и получили имя Гефсимания. Душевные и духовные страдания государя Николая Второго и русского народа, если Богу будет угодно, постараемся увидеть в следующих фильмах Гефсимании царя-мученика. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Марию и Анастасию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но есть в жизни Николая Второго один эпизод, необычайно дорого, с моей точки зрения, потом стоивший России. Это его отречение. И вот как это трактуете вы? Вы знаете, что? Не только отречение. Мы больше десяти таких проблем изучали. И наша комиссия пришла к выводу, что за жизнь и правление его нет оснований канонизовать. Мы канонизовали царскую семью за те 17 месяцев нахождения их заключений. Мы канонизовали его не как великомученика, не как человека, пострадавшего за Христа и за веру, а как страстотерпца, который показал исполнение в своей жизни христианских заповедей. Народ же русский, как видим, канонизировал своего царя в сердце своем за всю его жизнь и за все его правление. Не только отречение. Мы больше десяти таких проблем изучали. И наша комиссия пришла к выводу, что за жизнь и правление его нет оснований канонизовать. Мы канонизовали его не как человека, пострадавшего за Христа и за веру. Притормозим здесь и прислушаемся к тому, что еще совсем недавно приходилось слышать в этих стенах будущим нашим батюшкам об императоре Николае II. Что канонизация, это есть не что иное, как утверждение того, что этот человек своей святой жизнью может являться для всех нас идеалом, нормой, тем, кому можно подражать в его деянии. Этого как раз мы в его жизни не наблюдаем. Но ни в коем случае не делать из него святого, тот, кому мы должны подражать, исследовать как примеру в нашей христианской жизни. И Господь небыль земли утаил правду о царе от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Что же открыл Господь младенцам о государе Николае II? Простреленный орден Петра Аркадьевича Столыпина. Бережно сохраняется даже кресло, в котором истекал кровью Петр Аркадьевич Столыпин. Хранится и шинель, которая его, смертельно раненого, укрывала по дороге в госпиталь. Последнее же великое деяние жизни Столыпина, крестное знамение, которым он, смертельно раненый, осенил государя, особенно сохраняется в памяти народной. Потому что этим крестным знаменем Столыпин в последнее мгновение своей жизни он, строитель Великой России, исповедал, наконец, то, что исповедовал и государь Николай II. А именно, что нравственная сила впереди экономической. И вот, уже 1 сентября 1912 года, ровно через год, после выстрела в Столыпина, был открыт ему памятник. Внимание, вопрос. Кем был разрушен этот памятник? Не во время Гражданской войны. И не во время войны Отечественной. И даже не после октября. Разрушен этот памятник был сразу же, как только сокрушили самодержавие. В феврале 1917 года. Не терпела с либералом поскорее убить и саму память о Столыпине. Хотя он и был реформатором. Но строил совсем не ту Россию, которая нужна была нашим западникам. И остались только эти кадры, свидетельствующие о почитании Столыпина русским народом. При необычайной сдержанности государя, искренние беседы его с Петром Аркадьевичем Столыпиным, дали нам возможность, хоть краем глаза, но все-таки заклянуть во внутренний мир государя. Это произошло в 1909 году. Однажды Столыпин, придя к государю, предлагает важную меру внутренней политики. Происходил тот разговор вот в этом кабинете. Задумчиво выслушав его, Николай Александрович делает движение скептическое, беззаботное. Движение, которое как бы говорит, это ли, или что другое, но не все ли равно. Наконец, он говорит тоном глубокой грусти. Мне, Петр Аркадьевич, не удается ничего из того, что я предпринимаю. Столыпин протестует. Вместе со Столыпиным сегодня протестуют и патриоты, объединенные почитанием царя. Ибо в царствовании-то императора Николая II, экономика России как раз развивалась такими темпами, что сегодня нам, мечтающим всего лишь о 4% прироста промышленности, его 12% ежегодного прироста, чем могут казаться? Вот именно, фантастикой. Нет, уже не одним топором и долотом управлялся русский мужик. Громадный расцвет России был налицо. Иностранцы следили за необычайным ее ростом. Вот слова одной из английских газет. Если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 год идти так же, как они шли с 1900 по 1912 год, то Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой. Как в политическом, так и в экономическом, и в финансовом отношениях. Едва успевали освещать новые железнодорожные мосты. Так славно развивалась Россия, что казалось бы, только и радоваться, и использовать этот расцвет для укрепления ее, да и самой самодержавной власти. А тут мне, Петр Аркадьевич, не удается ничего из того, что я предпринимаю. Что же не удавалось царю? Экономика, экономика. Всеобщим идолом стала экономика. Но неглавенство экономики желал для России государь Николай II. Начало 20 века. Расцветает экономика. Но повсюду замирают признаки духовной жизни. Именно тогда за родыше уже таилась вся та мерзость земная, которая сегодня уже сделалась нормой жизни русского человека. Семена всего этого прорастали уже в начале 20 века. Именно тогда открыто зарождалось разрушение святой веры. И тогда уже отцы церкви обращали внимание на то, что на лице разврата всегда есть печать тления. Та печать, которой запечатаны сегодня телевизионные наши каналы. Не важно нам помнить, что началом изготовления этой печати было начало 20 века. Уже в начале 20 века разрушались сердца учащихся детей, отравлялись умы юношей, побирались узы священного брака. Внушалась злобная ненависть к родине. Тогда уже старались расслабить и разложить наше воинство. Оскудение русской нравственной силы и не давало покоя верующему сердцу царя Николая II. Вот что такое, мне, Петр Аркадьевич, не удается ничего из того, что я предпринимаю. К святости царя экономический расцвет России не имеет никакого отношения. Больше, чем славными событиями своего царствования, он прославился своими страданиями и безропотным перенесением их. Собственно, вся та тайна государя – это качество его веры. Именно глубокая вера его и стала тем камнем преткновения, о которой преткнулись в его время даже члены священного синода – синодалы, среди которых тогда было немало духовных лиц. А его веру притыкаются, как видим, и по сей день. Причем многие, находящиеся в ограде церкви. Знаете ли вы, Петр Аркадьевич, когда день моего рождения продолжал тогда государь? Разве я мог бы его не знать шестого мая? А какого святого праздника в этот день? Простите, государь, не помню. Иова Многострадального. Был человек в земле Уц. Имя его – Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И было у него столько богатства, столько верблюдов, столько овец и ослов, и дети его веселились, и любил он их очень. И предал Бог своего праведника, столь им любимого, для испытания его верности, дьяволу. И поразил дьявол детей его, и скот его, и разметал богатство его. И он лежал в проказе, на гноище, и возобил. Нак, вышел я из чрева матери, Нак, и возвращусь в землю. Бог дал, Бог и взял. Буде имя Господне, благословенно, отныне и до века. Господи, что это за книга, и какие уроки! Названо все, и указано на веки веков, и сколько тайн, разрешенных и откровенных. Восстанавливает Бог снова Иова, дает ему вновь богатство, и вот у него уже новые дети, другие, и любит он их. Господи! Слава Богу, царство не вашего величества, завершится со славою, как у Иова. Нет, поверьте мне, Петр Аркадьевич, у меня более чем предчувствие. У меня в этом глубокая уверенность. Я обречен на страшные испытания, но я не получу мои награды здесь, на земле. За что страдает невинная? КОНЕЦ Кто же он, Иов Многострадальный, самый таинственный библейский герой? Иов образ невинного страдальца. За что страдает невинный? Вот вопрос, тысячи лет не дающий покоя человечеству. Только это невинное страдание раскрыло тайну Иова. Но и то только глубоко верующему сердцу. И из века в век все настойчивее люди вопрошают словами Иова. Почему земля отдана в руки нечестивых? Почему беззаконные живут, достигают старости, дети их с ними, домы их безопасны от страха и нет жезла Божия на них? А между тем они говорят Богу «Отойди от нас! Не хотим мы знать путей твоих! Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему? И что пользы прибегать к Нему? Почему бедных сталкивают с дороги? Все униженные земли принуждены скрываться? Никто попрошайничает, их вовит, забирают, записывают, а потом отпускают. Вот, например, меня вот, когда забрали в 43-м, меня записали, отпустили. Забываешь о голоде, о холоде, о всех проблемах. Не думаешь ни о чем. В городе люди стонут и Бог не воспрещает того? Взгляд на царя, как на русского Ивова, и открывает нам внутренний мир государя Николая II. Потому-то за словами мне, Петр Аркадьевич, не удается ничего из того, что я предпринимаю, сразу же и последовало. Быть может, необходима искупительная жертва для спасения России. Я буду этой жертвой. Да совершится воля Божия. Я буду этой жертвой. жертвой. Так и обнаружилась тайна сердца царева. Как не скрывал он ее, скрыть ему тайну своего сердца не удалось. Я буду этой жертвой. Только вдумавшийся в книгу Ивова и понявший смысл страданий невинного и спросивший себя, а перенес бы я такое внезапное, тяжкое, всеобъемлющее и невинное страдание, подобное Ивову, мог произнести эту фразу. Я буду этой жертвой. Почему же вдруг для спасения России стала необходима искупительная жертва, что и почувствовало чистое сердце царева, данное ему от Бога? Как наводнение заполняет водою то, чему необходимо быть сухим, так и разнузданность. проникало в русскую жизнь, заливая ее и разрушая, как вот эта вода все больше и больше. Но если люди всем миром дружно берутся поставить заслон в воде, когда она становится для них злом, то преграду накапливаемой злой воли приходится ставить, как показала вся история человечества, в одиночку. И только такой вот ценой. Не в одночасье созрела злая воля, проявившая себя революцией 1905 года. Есть в Москве два храма, знаменующих собою и свет, и тени нашей родной истории. Этот храм памятник исторической радости нашей страны. А этот, восстанавливаемый в наши дни, построен был в 1909 году как памятник ее великой скорби. вседержителю приносила Русь свою жалобу на злодеев и от него ожидала защиты. Эти стены были покрыты множеством огромных мраморных досок с бесчисленными надписями имен и фамилий. И вот какое слово звучало под этими сводами 1 октября 1909 года в день его освящения. Мы видим здесь целые книги имен. Это имена убитых мужественных воинов, слуг царевых и мирных граждан, даже иногда незлобивых детей, зверски умершвленных не турками, не японцами, а своими же гражданами, которые стали для отчизны своей лютейшими врагами. На этих стенах золотом было вписано 1800 имен слуг царевых, убиенных крамольниками. На слуху у всех убиение великого князя Сергея Александровича до Столыпина. А кем были для России убиенные министр внутренних дел Сипягин, министр народного просвещения Боголепов, министр внутренних дел Плеве, уфимский губернатор Богданович, финляндский губернатор Бобриков, и так 1800 слуг царевых. И ко второму марта 1917 года государь остался один. Это и было целью интеллигентской революции отделить Россию от своего царя. Оставленность царя. В дневнике государя осталось строго посещает нас Господь гневом своим. Граф Витте после 9 января 1905 года, готовя манифест к народу, проводил одно совещание правительства за другим в поисках формулировки «Как оправдать расстрел?» И вот он наконец покидает это совещание, на котором предложено было упомянуть, что войска действовали не по велению императора. Государь отверг идею такого манифеста. Он не желал перекладывать вину на других. Он поручил собрать делегацию рабочих от всех заводов, участвовавших в демонстрации, и выразил в речи к ним свое отношение к происшедшему. Слова его сказаны были тогда по случаю провокации 9 января 1905 года, но стали вещами для всех русских людей во веки веков. И в первую очередь вот для них празднующий сейчас победу февральской революции 1917 года. Какое же слово произнес государь Николай II в 1905 году, ставшее еще весомее в 1917. «Вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменникам и врагам нашей Родины», сказал тогда им государь. Вот эти вот постоянно поднимающие свой кулак и опускающие его со всего размаху, как бы разбивая в прах противника, меньше виновны, чем те православные, которые сначала вот так слушают их, а потом идут за ними и даже помогают им. Соблазнителями выступают люди, для которых революция представляется большим и добрым делом, и они зовут к ней горячо, воистину не ведая, что творят. Но для православного сознавать себя членом такого вот человеческого единения это духовная катастрофа, падение. февральская революция внешне сокрушала самодержавие, а внутренней своей сутью отрывала русский народ от Христа. Не тебя не отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Да, перед нами ликование тех, кто радовался, что теперь у них наконец-то не стало царя, что не стало в их сердце Христа, о том не говорили. Это подразумевалось само собой. Вот они сами себе копающие яму, в которую и упадут. Эти господа расчищают сейчас дорогу богоборцам. они готовят сейчас те самые десять дней, которые потрясут мир, но которые прежде всего-то потрясут этих самых господ, которые сейчас так бодро шествуют в свое светлое будущее и не подозревают, что как понургого стада добровольно кидаются в свою погибель. и что скоро многим из них предстоит сменить это чинное шествие под звуки марша. Вот на этот бег под крик надзирателя. А здесь мы видим, как на другой же день после отвечения царя они потребовали дорогу женщине. И сегодня мы уже знаем, что на дорогу, которую они искали тогда в феврале 17-го женщинам нашим удалось таки выйти. В августе 91-го. А вот доблестная русская армия, армия февральской революции. Только что настояла на пороге военной победы. И вот бросив окопы, трубит о совершенно иной, не воинской победе. Победе, которая одних из этих победителей февраля сделает дезертирами, других приведет в Красную армию, а немалое число из них окажется в армии добровольческой. И пойдут русские люди друг на друга, позабыв пример первых русских святых Бориса и Глеба, увенчанных Христом за то, что они предпочли смерть брани русских братьев между собой. Так, давая оценку провокации 9 января 1905 года, государь открывал всему русскому народу главную причину всех бед, постигающих его во все времена. Вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменникам и врагам нашей Родины. А в наше время особенно. Каждый оказавшийся после государя во главе России посмел бы сказать лишь вас вели в заблуждение и обман изменники и враги Родины. то есть вы не виноваты а виноваты изменники и враги которые вас обманули. И от всех правителей переворотом или обманом обеспечивавших себе власть постоянно слышим народ всегда прав и это так но только всегда то прав только народ не изменивший истине. в народе электорате в народе мутированным пиаром правды уже нет в таком народе поселяется кривда всякая власть от Бога но не всякая власть угодно Богу и любая неугодная Богу власть вынуждена так или иначе заискивать перед народом и только дающий отчет Богу мог сказать народу правду о нем вы виноваты вина заслучившаяся на вас потому что вы по собственной воле дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменникам и врагам нашей родины этими словами последний романов как живой свидетель обличает и наши мысли и дела и подтверждает что предсказание матери первого романова инокинемарфы свершилось когда соборные послы прибыли к ней и просили благословить своего сына Михаила принять престол тогда инокинемарфа сказала им сын мой еще очень молод а русские люди стали малодушны трем государям присягали и потом изменили долго упрашивали Михаила и мать его наконец стали грозить что в случае отказа государство совершенно разорится и бог взыщет на Михаиле это разорение тогда Марфа Ивановна благословила сына принять престол так еще романовы не сели на престол а приговор боязливым русским людям был вынесен болезнь проникшая в русское сердце была названа малодушие откуда пришла эта болезнь что вы так боязливы маловерные этим вопросом наш спаситель сегодня отвечает на общее недоумение что с Россией христианство как дух неприметным образом удалялся из среды русского народа предоставляя его падению его а в ресторане а в ресторане а там гитары а там цыгане и что душа захочет выбирай и где-то здесь начинается рай 300 лет накапливался этот груз обретения этого нового рая и вот он весь оказался на плечах государя Николая второго разрушение храмов еще впереди да и что это такое вот это разрушение храм кирпичный разрушается уже разрушенным храмом души анархия в человеке анархия и в природе до сих пор ахаем глядя на эти кадры но уже любуемся этим более страшным ежедневным падением предсказанным еще Иннокеней Марфой разрушение главных храмов божьих человеческих душ начинали в 1905 году примерно вот такие предварительно отрекшиеся от Христа все это тогда уже было заложено в прорастающем зерне разрушающем души безбожное безберное время настало для православной России одной плотью стал жить русский человек и забыл он о жизни духовной по названию только слывет он православным христианином а духом совсем уже не тот он стал что был еще так недавно когда веровал в жизнь духа а на плоть свою смотрел как на временное жилище неэкономический расцвет не удается нам с экономикой у нас слава богу все идет складно но как вернуть сердце отцов детям чтобы отцы глядя на нас с небес не увидели то что ожидает Россию если и русский народ присоединиться ко всеобщему отступлению от бога вот она дума государя 21 октября 1905 года когда государю николаю второму было 37 лет в этом соборе люди вот так же заполнившие его услышали слово пастыря слово которое впору было бы повторить как проповедь и 1 августа 2000 года в храме Христа Спасителя в день когда всероссийский император Николай II причислялся к лику святых и пусть это слово из 1905 года прозвучит здесь и сегодня раньше вы слышали поучение об усопших святых а ныне поучитесь примеру здравствующего праведника и так слово будет о царе да о нем о нашем возлюбленном монархе смирение это первая заповедь Евангелия столь редкая сколь ценная это добродетель в наш горделивый и залгавшийся век наш государь постоянно смирялся перед своим отечеством учись же русский народ у твоего царя этой великой мудрости быть смиренным как же сохранить в себе дух смиренно мудрия как сохранил его в себе наш государь хранить такой дух может лишь тот кто боится Бога кто всем сердцем верит во Христа кто благоговеет перед святыми угодниками и сему учитесь у своего царя русские люди наш государь начал царствовать причастившись в храме святых тайн тела и крови Христовой сие необычно земным царям которые хотя и стараются всегда показать что они не чужды веры в Бога но весьма опасаются прослыть слишком благочестивыми ибо это не очень нравится европейским народам а Господню слову о том что невозможно вместе работать Богу и мамонне они не придают значения такая раздвоенность совершенно чужда нашему монарху слава Божия является главным направляющим началом его деятельности ревнуя о прославлении святых угодников с тем же бескорыстным упованием с каким относится к ним народное сердце он сам приложил старание к тому чтобы провозглашена была церковью святость преподобного Серафима Саровского но и на семь не успокоилось сердце царева оно повлекло его с царицей супругой и с царицей матерью в далекую Саровскую пустынь и понудило его собственными руками поднять священный гроб чудотворца и вместе с народом собравшимся туда в количестве трехсот тысяч проливать слезы умиления открывать свою совесть смиренному духовнику монаху и причащаться святых тайн у одной чаши с простолюдинами слышал ли ты что-либо подобное русский народ за последние столетия и более часто ли встречал такую силу веры среди людей знатных и богатых и укажешь ли мне во всей вселенной нечто подобное жизни царей именующих себя христианами учись же у своего царя вере и умилению и молитве учись ибо силу этой молитвы засвидетельствовал угодник божий серафим даровав нашему царю давно желанного сына и наследника ровно через год по возвращении его из святой обители дух нашего монарха до того чужд военного задора что он и другие правительства считал миролюбивные а потому Россия подверглась нападению японцев совершенно неподготовленной однако не любя войны как любит наш государь своих воинов взяв святые иконы он объезжает всю нашу необъятную страну чтобы лично благословить все свои верные полки чтобы своею царскую нежную лаской ободрить всех своих воинов учись же русский народ у своего царя любви к меньшей братье учись любить не словом и языком но делом и истинною ясно для меня то что дух нашего государя не склонен требовать послушания за страх но за совесть что имея сам душу чистую он верит и в других людей и поступает согласно такому доверию учись и сему русский человек у твоего государя говорить ли еще о том что его семья является одним из немногих безупречных семейств в современном обществе говорить ли об его отзывчивости щедрости простоте и правдивости молитесь братья о своем царе чтобы господь хранил его благополучным и благодушным молитесь братья о себе чтобы господь научил вас подражать его добродетелям его смиренно мудрию его благочестью его миролюбию его братолюбию его долготерпению его всепрощающей любви это слово о царе от избытка сердца произнес в этом соборе 21 октября в 1905 году епископ Волынский Антоний Храповицкий так впервые услышал народ русский что его 37-летний государь Николай II живет жизнью праведника святой жизнью и сказаны были эти слова в то время когда набирающая мощь либеральная Россия прилепляла государю ярлык кровавый и это зачем же владыке Антонию понадобилась царе такая лесть и сегодня еще вопросит немалое число людей кто же он владыка Антоний отважившийся на такое слово на московском соборе владыку Антония как самого дорогого и любимого избрали первым кандидатом в патриархе во втором же туре вытягиванием жребия Божия Матерь указала на Тихона а митрополиту Антонию невидимый жребий Божией Матери определил не менее тяжкий чем патриаршее служение в России в то время подвиг собрать вокруг себя остатки русской церкви для хранения святаго русского православия в годы нашей страшной смуты оказавшись в Югославии закладывая там основание зарубежной части русской православной церкви владыка первым делом вместе с сербскими братьями возводит в Белграде вот этот памятник государю Николаю второму и русским воинам защищавшим последнее в мировой истории православное царство здесь в Белграде рядом с памятником государю в крепке Иверской часовни и упокоился блаженнейший Антоний митрополит Киевский и Галецкий и когда сегодня от боящихся порвать с антихристианским миром отовсюду слышим мы не можем быть в изоляции слушаемся в призыв вселенского учителя Аввы Антония мы будем горько плакать если зараза безбожного и безнравственного восстания русских безумцев против своей родины начнет умножаться как чума но если огромное большинство добровольно кинется в эту погибель как понургого стада как гадаринские свиньи то мы за ними все-таки не пойдем да так говори русский гражданин говори как Максим исповедник перед еретиками монофилитами если вся вселенная пойдет по пути этого безумия я один не пойду за всеми и как некогда те три блаженные отроки перед Новохудоносором истинно одни во всем мире остались верными Богу и прославили его правду посреди огненной пещи так и мы останемся верными основам христианской жизни русской мало ли много ли нас будет так мог ли владыка Антоний в устах которого не было лести говорить 21 октября 1905 года о праведности государя Николая Второго из лести тогда что же позволило ему увидеть праведность государя в то время когда все больше и больше людей присоединялось к левете на государя основанием объявить русскому народу что его русского народа царь праведник стало то что владыка Антоний в 1905 году оказался свидетелем дня царева самого может быть великого события совершившегося в России в 20 веке в тот день владыка стал свидетелем события пожалуй как если бы он вдруг оказался рядом с Авраамом занесшим нож над Исааком настолько по силе веры равноценны были эти две готовности к жертве вот как поведал владыка Антоний о дне царевом свидетелем которого он оказался когда кончилась наша зимняя сессия мы синодалы во главе с первенствующим петербургским митрополитом Антонием Ватковским как по бычью полагается по окончании сессии отправились прощаться с государем и преподать ему на дальнейшие труды благословения то мы по общему совету решили намекнуть ему в беседе о том что не худо было бы в церковном управлении поставить на очереди вопрос о восстановлении патриаршества в России каково же было наше удивление когда встретив нас чрезвычайно радушно и ласково государь с места сам поставил нам этот вопрос в такой форме мне сказал он стало известно что теперь и между вами в синоде и в обществе много толкуют о восстановлении патриаршества в России вопрос этот нашел отклик и в моем сердце и крайне заинтересовал и меня я много о нем думал ознакомился с текущей литературой этого вопроса с историей патриаршества на Руси и его значение во дни великой смуты между царствия и пришел к заключению что время назрело и что для России переживающей новые смутные дни патриарх и для церкви и для государства необходим думается мне что и вы в синоде не менее моего были заинтересованы этим вопросом если так то каково ваше об этом мнение мы конечно поспешили ответить государю что наше мнение вполне совпадает со всем тем что он только что перед нами высказал а если так продолжал государь то вы вероятно уже между собой и кандидата себе в патриархии наметили мы замялись и на вопрос государя ответили молчанием подождав нашего ответа и видя наше замешательство он сказал а что если я как вижу вы еще кандидата не успели себе наметить или затрудняетесь с выбором что если я сам его вам предложу что вы на это скажете кто же он спросили мы государя кандидат этот ответил он я по соглашению с императрицей я оставляю престол моему сыну и учреждаю при нем регенство из государы императрицы и брата моего Михаила а сам принимаю монашество и священный сан с ним вместе предлагая себя вам в патриархии угоден ли вам и что вы на это скажете это было так неожиданно так далеко от всех наших предположений что мы не нашли что ответить и промолчали тогда подождав несколько мгновений нашего ответа государя кинул нас пристальным негодующим взглядом стал молча поклонился нам и выжил но зачем нужно было государю патриаршество что вроде бы за нелепость хотеть стать патриархом тому кто единолично главенствовал и над государством и над церковью ухмыляется про себя и писатель и профессор духовной академии я много о нем думал государевы думы о патриаршестве каковы они об этом во второй части фильма жертва правды «Святые» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Да, значительная часть Руси нынче возвращается ко Христу. И невольно думается, не созрела ли в душе народной покаянная готовность нового обращения к Богу? Не способна ли душа народная так же мгновенно явить себя в своей доброй воле, как явила она себя 73 года тому назад в своей воле злой? ДимаTorzok 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 Русский народ во имя духовной свободы жертвовал свободой личной. И потому не случайно так много монастырей было на Святой Руси. У монахов учился народ тому, как в земных условиях душу свою устремить к горнему миру. Молитва, естественно, становилась во главу угла. Но монастыри в России были не только духовным центром, а становились также и хозяйственной силой. Монахи не только молились, но тяжко работали. И их монастырское хозяйство становилось образцом для широкой округи. Хранила Россия православие, а православие хранило Россию. Еще совсем недавно зима неверия почти на столетие сковала твои просторы. Прекрасен зимний пейзаж Руси. Но зима духовная, лютая, она невидима и ужасна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мерзость запустения в святом месте. Первый признак конца времен. Вот он, коллективный грех ума, которого по адскому напряжению еще не знал мир. Слепцы. Они не ведают, что творят. Кто, когда ослепил их? Раздели шериза моя и об одежде моей меташи жребий. Вот оно, поругание Христа, начатое еще на Голгофе. И где? На святой Руси. Русь святая. Да ты ли это? Как могло это случиться с нашей многострадальной Родиной? Где истоки неслыханного безумия? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok С крестом и молитвою начиналось каждое благое дело. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, произносили уста, и руки сами тянулись к Божьему делу. И вышел сеятель сеять, говорится в притче Христовой. И каждый стремился, дабы семя не упало на камень, не заросло бурьяном, не было растоптано при дороге, а упало на почву добрую и принесло плод добрый. Так же взращивали и хлеб небесный, и на духовную жатву выходили всем миром. И крестный ход в каждый великий праздник совпадал либо с жатвой, либо с севом, либо с подготовкой к урожаю. Обильно была духовная жатва, обиленный земной урожай, кормивший всю Россию и треть Европы. Когда же начинался разлад и междоусобица, пустели поля и амбары, приходили в запустение храмы. Говорят, что веры нет, и я говорю, что нет веры. Об искудении веры в те времена говорили многие. Чувствовалось, что утрачивается что-то жизненно важное. Инстинкт самосохранения подсказывал, что надо спасать и сохранять веру. Но голоса эти тонули в общем хоре нарастающие социальные вражды и ненависти. Еще Петр вывел насильственно русского человека из церкви. Самая тяжкая смута поселилась в сердцах и умах этих людей где-то в начале века. Образованным людям дьявол стал нашептывать, что вера, где противоречит науке, простолюдинам сатана стал указывать на богатство в закромах у соседа. Все средства хороши, дабы отвратить взор от храма. Редко заходил в церковь Пушкин. Уже не понимал таинства службы Лев Толстой. На людей образованных и при этом молящихся стали смотреть как на дикарей. Вот воспоминания оптинского старца Варсонофия. Он пришел в монастырь, отринув воинскую карьеру уже на вершине ее в чине полковника. Я частенько стал бывать в монастыре к великому смущению моих сослуживцев. Что с ним сделалось? Он, принятый во многих аристократических семействах, находит удовольствие в беседе с монахами. Да он просто с ума сошел. Однако пост он занимает ответственный, мобилизация всей армии Восточной России, и он вполне с ним справляется. Ну уж не знаю, как это происходит, а только он с монахами познакомился. Последний довод казался таким убедительным, что умолкали голоса, пробовавшие защищать. И все успокаивалось на одном выводе. Сердечно жаль его, а умный был человек. В этих словах, как в зеркале, вся глубина неверия. Общество стало слепнуть и глохнуть. Сейчас мы смотрим друг на друга сквозь бездну неслыханных испытаний. Они глядят на нас, мы на них. Теперь и мы, и они знаем. Нет истины. Истины вне Христа. Гробница святого Иоанна Кронштадтского. Каждый день сюда стекаются толпы народа. Так стекались к нему и при его жизни, получая духовное и телесное исцеление. Антон Павлович Чехов, рассказывая о своей поездке на Сахалин, вспоминал, «В какой бы дом я ни заходил, я везде видел на стене портрет отца Иоанна Кронштадтского. Это был пастырь и великий молитвенник, на которого с надеждой были обращены взоры всего народа. Не послушали, не услышали слова пророка. Сегодня уже свершилось все, что сказал Батюшка Всероссийский. Как хитер и лукав сатана. Чтобы погубить Россию, он раздул в ней безверие и разврат через злонаверенных писателей, через средние и высшие школы и через так называемую интеллигенцию. На почве безверия, малодушия, слободушия, безнравственности совершается распадение государства. Без насаждения веры и страха Божия среди народов России она не сможет устоять. Почему русские люди не услышали великого предостережения и докатились до страшного кровавого безбожия, конца края которому все еще не видно? Слишком далеко зашла болезнь духа, в душах многих людей безверие стало необратимым. Нет, конечно, не вся Россия была одурманена. Эти люди остались со Христом. В будущем многие из них вынуждены будут покинуть Россию. Сейчас они еще не знают об этом. Не знают, какими путями поведет их Господь. Но за дьяволом они не пойдут, ибо искренне и на всю жизнь отреклись от сатаны и от дел его. После страшных кровавых сражений в России воцарилась безбожия. В чем же главная трагедия? Русский народ был оторван от молитвы сердечной, от своей православной культуры. И в этом самая главная трагедия. И мы здесь, за границей, которые вышли за границу. Ведь если посчитать, сколько иммигрантов вышло из России, со всех ее необъятных границ, то, наверное, до 8 миллионов покинуло русскую землю. В одиночестве, группами и целыми полками, целой армией, русские корабли отчаливали от Севастополя. На Градскую пристань высыпало почти полгорода севастопольцев, которые оставались. И мы прощались. Они им сделали земной поклон. Они нас не осуждали. И мы их не осуждали, что они остаются. На корабле священник совершал молебен, напустенный. И тоже все иммигранты, будущие, встали на колени и прощали с своей Родиной. Это, наверное, уникальное явление во всей истории человечества, такое прощание своей Родиной. И вот мы из-за границы сейчас. Наша иммиграция поначалу называлась политической. И так долго мы подчинялись этому слову. Но очень скоро мы поняли, что мы совсем никакая не политическая иммиграция. Совсем не политическая. Мы ультрарелигиозная духовная иммиграция. Сегодня ясно. Иммиграция была великим исходом. Святая Русь уносила свои святыни, дабы сберечь их для Родины и приумножить во всех концах земли. Но первые русские иммигранты этого еще не понимали. На тяжких работах в шахтах, на стройках, заводах чужих стран, ненужные там никому, они жались друг другу, что с нами будет. И тогда из глубины их верующих сердец исторглась единственно утешительная и всех объединяющая Пресвятая Бога, Рождествен, спаси нас! Субтитры создавал DimaTorzok Молится Русь посреди Австралии, хранит свою веру. На Руси великое водосвятие во время крещенских морозов, а здесь привычная австралийская жара. Но слова святые все те же. Во Иордане, крещающуюся Тебе, Господи, тройческое явися поклонение. Со Христом во Иордане, как и две тысячи лет назад, снова и снова принимаем крещение. А вот предки тех, кого мы только что видели за богослужением. Чудом сохранившийся фильм, снятый в те далекие годы казаками о своем житье-бытие в Манчжурии, трогательно доносят до нас их живые голоса. Мы, казаки, никогда не забываем, что наши отцы и братья прославили казачье имя как часть российской императорской армии. И никогда не перестаем укреплять воинский дух и тело для восстановления обновленной родины, ради чего мы готовы пожертвовать своей жизнью. После недели тяжелой, но свободной работы в воскресенье все с полей возвращаются в поселки и идут в церкви молиться Богу и благодарить Его за все милости. Русские изгнанники за границей поначалу думали, что главный долг их сохранить армию для дальнейшей борьбы. Но постепенно, с годами стало понятно, что иным был Господень замысел. Битва земная должна была стать битвою духовной. И в этом духовном единоборстве с дьяволом, им, потерпевшим поражение в битве земной, предстояла теперь духовная победа. И они, молящиеся в одном из первых православных храмов Манчжурии, и их горячей молитвой спасена Россия, ныне принимающая второе крещение. Их духовная битва за веру ныне увенчивается победой. Где б не появлялись наши изгнанники, первым делом закладывали и возводили храм. Ибо если и есть православный храм, значит, есть Россия. Вот так хранят они православие здесь, в далекой Австралии, заботясь о немощных и престарелых. Ведь еще с древнейших времен крещения Руси всем сердцем восприняли русские люди главную заповедь закона Божия о любви к Богу и ближним. С тех пор смирение и милосердие стали как бы национальными чертами характера русского человека в отношении ко всем, а особенно к нуждающимся в помощи и сострадании. Да слез трогает, когда узнаешь, что там, за океаном, в Австралии, наши соотечественники, родные православные люди, завершая свой земной путь, как вот эта русская старушка, просит о христианской кончине безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном судище Христовом. Таких ухоженных кладбищ ныне нет на Руси. А здесь, вдали от России, истинная Россия, ибо так и подобает почить православному человеку среди единоверцев под благодатную сенью храма. Субтитры создавал DimaTorzok Совсем непросто воспитывать русских детей на чужбине. Они учатся вместе со сверстниками, а потом еще дополнительно в субботу занимаются русским языком. Наступает время поста, и в отличие от своих товарищей, они не могут есть мясо, развлекаться и веселиться. Очень трудно объяснить детям, почему они должны идти на такие жертвы, совсем немалые в этом возрасте. Потому что вы русские, православные, и надо, чтобы ребенок понял. Посмотрите на их лица, и вы убедитесь. Дети понимают. Но как трудно хранить в душе Слово Божие, когда вокруг такая без насоблазнов. Православие во все времена истории стыдливо отводило глаза от мирской роскоши. А тут не просто роскошь, не просто богатство, а постоянный общедоступный соблазн для всех и каждого. Здесь труднее быть православным, нежели в бедной и разоренной России. Это настоящее чудо. Православный монастырь посреди Австралии. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вот ведь как обернулся промысел Божий. Восемь миллионов русских изгнанников разнесли по всему свету семена благодатной православной жизни. Тихие обители, наполненные трудом и молитвой. Молитвой и трудом готовят и ныне в тишине и молитве наше грядущее возрождение. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Спасение России выйдет из монастыря от инока. ПЕСНЯ 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 Иерусалим, град небесный на земле. Образ земного рая. Здесь была возвещена истина. ПЕСНЯ Главная святыня христианского мира. Храм на месте гроба Господня. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Россия взошла на свою Голгофу в эти 70 лет, когда ежедневно и ежечасно распинали святую церковь. Неудивительно, что Россия, тысячу лет исповедующая Христа, идет к своему Спасителю. И Христос принял русских людей, пришедших в его город. Посмотрите, сколько православных русских владений оберегают драгоценные святыни Иерусалима. Гефсиманская весть, место Иудина лапзания и пленения Господа. Отсюда власть тьмы, богоборческое неверие распространилось на всю Вселенную. Но здесь и начался искупительный подвиг Спасителя. Его моление о чаше, принятие им на себя грехов всего мира. Не являет ли сие место тайну русской церкви, преданной и распятой своими чадами в начале 20-го столетия? Не говорит ли и ныне Гефсимания о миллионах православных русских, избитых руками лже-братьей и отступников от веры? Место вознесения Господа Иисуса Христа. Храм Вознесения, оживляемый молитвами русских, свидетельствует о Втором пришествии, как свеча, уходя крестами в небо. Для православного человека монастырская трапеза имеет особый смысл. Мы всегда вспоминаем, что сам Христос за трапезой передал апостолам таинство Евхаристии. Для нас пасхальная трапеза есть земной прообраз духовного небесного пира, где много званых, но мало избранных. Православная часовня на месте обретения главы Иоанна Предтечи тоже владение русских. Этот угодник Божий, ангел покаяния, особенно любим русским народом. У мамврийского дуба невольно замирает сердце. Не сон ли это? Дуб, под которым Авраам принял святую троицу, знакомый каждому русскому по-рублевской троице, «Здесь он у нас перед глазами и даже форму свою сохранил. Все так же изогнут, как и тысячи лет назад, и осеняет мир теперь уже не кроной, а иссохшими ветвями, но осеняет. И хранит сию святыню русский православный монах. Не свидетельствует ли это, что русской церкви вверена тайна троицы, «Тайна неизреченная душа всего христианства». А потому с благоговением должны мы понять, что не суетными помыслами людей, а неизреченным промыслом Божиим рассеяны русские православные люди по всему свету. Если в Иерусалиме хранят они главные святыни христианского мира, то и вдали от святаго Града, в далекой Америке, им заповедана та же тайна. Как же озаряется все вокруг, посреди бездушной современной цивилизации, когда увидишь лик православной иконы. Вот как здесь, посреди Нью-Йорка. А здесь, в Джордан-Вилле, самый настоящий уголок Святой Руси. Так и называют его наши эмигранты «Уголок Святой Руси». А еще они говорят, наказывая, Господь одновременно и указывает русскому народу путь ко спасению, сделав его проповедником православия по всей вселенной. Таким образом, русские за рубежом, ведя себя как подобает истинным православным христианам, приготовят путь для проповеди всемирного покаяния, который начнется с России. «Уголок Святой Руси» Иверская икона Божьей Матери. Денно и ночно источает она благоуханное мирро, приносящее духовное, а иногда и телесное исцеление удостойных ее благодати. Но об этом явленном чуде надо рассказать подробнее, ведь оно свершилось в наши дни и прямо у нас на глазах. Написана эта икона на Афоне в 1981 году греческим монахом с оригинала Богоматери Вратарницы. А привез ее с Афона в Монреаль Иосиф Муниес-Кортес, испанец, давно принявший православие. Как дивно все сплелось воедино. Греческий православный монастырь, испанский паломник, Канада, где русские изгнанники хранят святыню, и тысячи верующих, всех национальностей, припадающих к благодатному образу. Вот оно, истинно русское, истинно православное, не ведущие границ. Кортес рассказывает, 24 ноября 1982 года в три часа ночи я проснулся от сильного благоухания. Вся икона была покрыта благоухающим миром. Я застыл на месте от такого чуда. С тех пор икона Божией Матери постоянно мироточит, за исключением страстных недель. Замечательно, что мира истекает главным образом из рук Богоматери и Христа, а также и звезды, находящейся на правом плече Пречистой. В то же время задняя сторона иконы всегда сухая. Икона исцелила 14-летнюю девочку от тяжелой формы лейкоза. Исцелила она многих и многих. Ватки, пропитанные этим благодатным миром, разошлись теперь уже по всему белому свету. заседание на спасение, чтобы не пролезать в плече. за богоматери и спецы, что нам не пролезать, но пролезать в плече. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Истекает из сего источника и незримая мира неустанной православной проповеди. В годы, когда в России запрещено было Слово Божие за пределами храма, отсюда шел неиссякаемый источник духовного окормления. Духовная жажда и голод в нашей земле столь велики, что, конечно, не насытит их полностью духовный центр Джордан Вилли. Но всегда мы будем помнить, что духовная пища для голодающей духом Родины не прекращалась в самые лютые времена. Русские за рубежом никогда не забывали своих братьев в России, переправляли к нам Библию, богослужебную литературу, творение святых отцов. Душой православной церкви в изгнании стал митрополит Антоний Хроповицкий. Когда владыка покидал невольно Россию, то говорил, единственное, что надо брать с собой, вот эту книгу, ибо в ней сказано, как хранить нам неповрежденной нашу православную веру. Неповрежденная вера, полнота веры, это и есть великая русская тайна. Мы это узнали на своем опыте. Только полнота веры сможет спасти в страшное время. В роковые минуты, в часы тяжких испытаний, приходят такие подвижники, как патриарх Тихон, а за ним сон мучеников за веру истинную. Последний царь России, царь православный. Император сам переносит святые мощи преподобного Серафима Саровского. В этих глазах словно отражено предчувствие грядущей мученической кончины, а правильнее сказать, готовность к мученичеству. Знак истинной веры. Православный царь пошел на Голгофу, а за ним на Голгофу пошел и русский народ. Голгофу, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не выдержал мук за стенков НКВД Вышел оттуда сломленным Конечно, у опытного пастыря и богослова Нашлись слова для оправдания чисто человеческой слабости Надо де спасать церковь Сохранить живые силы для будущего У других нашлись силы преодолеть соблазн компромисса с безбожной властью И назвать все своими именами За судьбу церкви Божией я не боюсь Писалось тюрьмы за два дня до расстрела митрополит Вениамин Веры надо больше Больше надо иметь ее нам, пастырем Забыть свою самонадеянность, ум, ученость И дать место благодати Божией Страшны рассуждения некоторых Может быть, верующих пастырей Надо хранить силы То есть их ради поступаться всем Тогда Христос на что? Не мы спасаем церковь, а Христос Но не будем осуждать дрогнувших А только вспомним, что церковь должна во всем подражать Христу Вот та самая гора, где дух зла пытался самого Сына Божия Увлечь картиной внешнего легкого успеха И тогда дьявол возвел Иисуса Христа на высокую гору И показал Ему все царства мира И сказал Все это дам тебе, если ты падше поклонишься Мне Иисус Христос сказал Ему Изыйди от Меня, Сатана Ибо сказано в Писании Господу Богу Твоему поклоняйся И Ему одному служи Вы не вняли примеру с Христа Святых мучеников и исповедников Отвергших такой компромисс А поклонились исконному врагу нашего спасения Отрекитесь во всеуслышание от всей этой лжи Просили митрополиты Сергия Достойнейшие иерархи А также масса верующих и пастырей Так и не внял им патриарх Сергий До самой смерти своей У гроба почившего патриарха Помолимся за него И вспомним, сколь губителен для церкви Путь любых, даже самых малых компромиссов С врагом рода человеческого Патриарх Сергий почил А сергианство распространило свое губительное влияние И, наверное, не случайно С тех пор в России Так и не переиздавался канон По которому обязана жить церковь Не переиздавали, потому что многие правила его Говорят о недопустимости компромисса С богопротивной властью В делах веры Не пошла подлинная православная Россия По пути сергианства Вот слова, которыми истинные пастыри Всегда обезоруживали врагов церкви Что вы мне сделаете? Я монах Лишите имущество Я уже заранее отрекся от него Осудите на изгнание Я и без того не принадлежу миру и земле Лишите жизнь Для меня жизнь только лишение Подвиг, борьба, страдания А вовсе не наслаждение И я уже сам всю жизнь свою Посвятил одному Богу Словом, я монах Что же вы мне сделаете? Вот они Отдавшие свою жизнь за веру Спасшие Россию От духовной гибели От духовной гибели Продолжение следует... 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 Радостью твоям и большие славы Страдься чаще, чем еще я радость Народ твой заблудший, страстьми обуреваемый, Враждою и завистью снедаемый, Соблазном многим самоохотне предавшийся, Тебе изменивший и от веры Твоей святые отвергшийся, Ты, о премилосердный Господи, прости и помилуй, Милостью Твоею посети, изнеможение духа его уврачуй, Прельщение обманов разжени, надлежащие соблазны ослаби И всяный благодатную силою Твоею защити и сохрани И сердцу нашему чуете истину дарой. Аминь. 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 на глазах. И глядя на эти усилия безмездных тружеников, спрашиваешь невольно, произойдет ли большее чудо? Наполнятся ли эти храмы сердечной молитвой? О молитве, о благодатном воздействии ее прозвучат сейчас слова митрополита Виталия. Владыка стремится пролить свет истины в самое сердце народа. И вот на это надо обратить самое главное внимание, на сердце русского народа, чтобы она молилась. Да, молитва, возлюбленные братья и сестры, это не что-то эмоциональное, это не что-то сантиментальное, это наука из всех наук. Потому что наша главная трагедия всего рода человеческого, что мы думаем одно, чувствуем другое, говорим третье, делаем четвертое. У нас, как по басне Крылова, щука, лебедь и рак. И это участь всего рода человеческого. Так вот, когда мы молимся, то Церковь Христова нас учит, что в молитве должны быть привлечены все силы человеческой души в одну точку. Потому что всегда перед нами должен быть факел огня высшего, чтобы мы к нему стремились. Мы, может быть, не достигнем его, но должен гореть факел высшего духовного звания, высшей духовности. А это и высшая духовность. Непрестанно молитесь. И как это совершается? А вот так. Если мы попросили Господа помолиться сердцем, и мы помолились, это столько дает радости, столько дает тишины всему человеческому средства. И тут мы заплачем. И мы заплачем сладкими слезами, заплачем, которые омоют нас, как водой от всех грехов наших. И мы никогда этого не забудем. И мы захотим затем снова вернуться к этому состоянию, ибо это такое состояние, которое не просто счастье. Счастье это бледное слово, это блаженство, уже теперь на земле ощущаемое теми, кто испытал сердечную молитву. Ибо на сердце Бог сразу же отвечает. В сердце вся личность человеческая, все в человеке, в сердце. Это его динамизм, это вся его личность в совокупности находится в сердце. Человек, который очень образованный, но сердце его занято страстями, это ходячая энциклопедия, от которой холодно. Хотя он знает массу вещей, но у него нет сердца, и он холоден, как лягушка. А человек, простой мужичок, который молится сердцем, ничего не знает. От него идет тепло, как от того мужичка. Помните Достоевского Марий? Вспомните, прочитайте его еще раз, и вы увидите, сколько в нем премудрости, сколько в нем сердца и любви. Итак, значит, сердце оказывается имеет возможность независимости. И если вот так мы потом захотим снова вернуться к этой сердечной молитве, и идут дальше бесконечные степени молитвы. Но дай Бог нам хотя бы встать на эту, на первую ступеньку настоящей молитвы, молитвы сердечной, и от этого выйдет все возрождение России так просто, без всяких хитростей, без всяких программ политических, общественных и социальных. Когда сердце русское будет молящееся, то все будет спориться, что Россия снова вернется в тот прекрасный свой удел на земле, когда она будет светлой, светлой страницей для всех народов. Субтитры создавал DimaTorzok